АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я, откровенно говоря, очень приятно удивлен, что сегодня, несмотря на время сессии, такое количество желающих прийти на эту встречу с Марин Липен. И я это понимаю, потому что в сегодняшней общественно-политической жизни, европейской, Марин Липен играет особую роль, очень заметную роль. Я уже не говорю о том, какую роль играет Марин Липен во Франции. Ну, достаточно сказать, что в ходе последних президентских выборов Марин Липен набрала почти 20% голосов избирателей и стала третьим кандидатом на высокий пост президента. Но думаю, что интерес, который мы, и симпатию, которую мы испытываем к Марине Липен связана не только с ее высоким рейтингом во Франции, но связана, конечно, и с тем, что Марин возглавляет французскую партию «Национальный фронт», является депутатом Европарламента. Причем такая политическая активность – это уже семейная черта, поскольку мы знаем, что и отец был видным политическим и общественным деятелем. Но и в нынешней ситуации очень такой своеобразной общественно-политической в Европе, конечно, позиция Марин Липен вызывает и внимание, и уважение от них, и поддержку от них, и, видимо, раздражение и неприятие у других. И это мы тоже, наблюдая за политической жизнью Франции, других европейских стран, ощущаем. И, видимо, это естественно, поскольку у Марин есть позиция по целому ряду вопросов, которая не может устраивать всех, в силу целого ряда причин – и этических, и нравственных, и политических, и экономических. И то, что господин Липен занимает такую позицию, так последовательно, мне кажется, заслуживает самого глубокого уважения. Я не хотел бы, чтобы на меня было потрачено драгоценное время, поэтому я с удовольствием еще раз приветствую вас, уважаемая госпожа Липен, в стенах нашего университета и передаю вам слово. Спасибо. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить от всего сердца руководство вашего университета, которое позволило нам встретиться с вами сегодня. Я хотел бы также, учитывая то, что сегодня я принимал участие в церемонии у мемориальной доски эскадрильи Нормандия-Неман, поблагодарить Россию, которая, и об этом забывают часто в Европе, ценой бесчисленных жертв победила фашизм, потеряв около 25 миллионов человек. И я хотел отдать должное этому братству по оружию между французскими солдатами и русскими солдатами. Я также не забываю о том, что крупнейшее поражение, которое было нанесено фашистской армией, случилось в декабре 1941 года у стен Москвы, и в нашем национальном фронте мы культивируем этот патриотизм. Роже Суваж, один из основателей национального фронта, в 1956 году основал нашу политическую партию вместе с моим отцом. И в общих чертах я бы хотел, прежде всего, сказать, что Франция помнит о долгосрочном характере дружбы между Россией и Францией, которая, наверное, началась в XI веке, когда Анна Киевская вышла замуж за Генриха I, а затем стала регеншей Франции. Ну, конечно, я не хотел бы и говорить о плохих новостях, но мы констатируем, что Франция, свободная Франция, суверенная Франция – особая дорога, которая была предначерчена в мире, и которая хотела бы добиться процветания и равенства в социальном плане. Это пока еще недостижимая мечта. То искусство жизни, которое всегда вызывало восхищение во всем мире, сейчас находится в опасности. И вот почему я веду неустанную политическую борьбу на посту президента национального фронта. Вот уже два года я занимаю этот пост, и я хотел бы бороться с этой опасностью, которая нависла над Францией. Вы, конечно, обратили внимание на то, что, безусловно, вы являетесь студентами, которые интересуются международной политикой, что не все хорошо обстоит во Франции. Франция чувствует себя плохо, и с тех пор, как мы начали развивать этот проект технократический, бюрократический Евросоюза, который является антидемократическим к тому же, рушится на глазах, и в экономическом, социальном, культурном, дипломатическом плане Евросоюз чувствует себя плохо. Франция сегодня завязла в НАТО. Я не могу понять, против какого врага мы собираемся воевать в НАТО. И никто не может ответить на этот вопрос, когда мы задаем этот вопрос руководителям стран, которые входят в организацию НАТО. И с моей точки зрения, я хотел бы, чтобы Франция вышла из НАТО. Франция также завязла в Евросоюзе, который действительно сейчас являет всем свое лицо. Это тоталитарный процесс, когда решения принимаются без мнения народа и даже против мнения народа. В 2005 году был проведен референдум во Франции, и французский народ спросили, действительно ли французский народ хочет принятие Евроконституции. И наш народ сказал нет. 55% сказали нет. И вот почему через три года сенаторы и депутаты Национального собрания навязали французскому народу Евроконституцию. И вот почему я называю сейчас Евросоюз Европейский Советский Союз. Он антидемократичен, и не только. Он абсолютно неэффективен с экономической точки зрения. Посмотрите на результаты. Это машина, которая порождает бедность. Прежде всего, это касается единой валюты. И через 12 лет после появления евро мы можем констатировать, что это полный провал. И также Евросоюз вместе с крупнейшими банками, крупнейшими международными финансовыми институтами сделал так, что мы полностью зависим от брюссельских руководящих органов. И это ведет к неслыханным прибылям крупнейших компаний, но также огромным финансовым потерям, которые ложатся на простых людей, потому что налоги постоянно растут, а банкам нужно все больше и больше денег. И вы все это наблюдаете вокруг ситуации с Кипром. Я это называю приватизацией доходов. Я банк, поэтому если я зарабатываю деньги, это мои деньги. Если я их теряю, это вы потеряли деньги. Вот почему Евросоюз, в этом Евросоюзе, нации, Родина, это настоящие враги, с ними нужно бороться. И я думаю, что я должна вам объяснить, в чем дело. Не случайно, что такая ситуация сложилась. Евросоюз на самом деле подвержен идеологии, которую я называю мондиализм, то есть глобализм. Это своего рода ультралиберализм, в котором царствует закон коммерции. И эта идеология предполагает то, что у нас есть новая религия, которая исключает любые другие правила и любые границы. Это своего рода закон джунглей. И поскольку это закон джунглей, это своего рода новый бог коммерции, он ничем не ограничен. Постоянно вводят запреты всем государствам на регулирование злоупотреблений и различных нарушений в функционировании коммерческих институтов. Во всяком случае, так все происходит в Евросоюзе. Тем не менее, закон, нация, границы, ценности, ведь все это призвано защищать человека, а человек, прежде всего, связан со своей семьей. И вы понимаете, что все это нарушает нормальное функционирование торговли, коммерции, потому что мы связаны различными запретами. Вот эта вот евроконституция идет в противоречии с ценностями, с традициями. Если это нам мешает, мы все это будем убирать. И вот, что происходит благодаря вот этой идеологии Евросоюза. Все, что является препятствием для коммерции, должно быть либо разрушено, либо ослаблено. Я хотел бы вернуться к этому объяснению, но я хотел бы сказать, каковы причины того, что мы убираем границы, мы размываем понятие суверенитета, и, безусловно, весь этот пакет законов, которые принимаются, и которые нарушают нормальное функционирование семей. Принадлежность к Евросоюзу сегодня стала синонимом дипломатического уничтожения. Моя страна, Франция, вынуждена идти в фарватере европейской дипломатии. Иногда это Вашингтон, иногда это Берлин, и все решается в Брюсселе. Если, конечно, не в Катаре, или в Саудовской Аравии, которые иногда просто диктуют какие-то правила и действия, и мы ощущаем все более сильное влияние вот этой мельчайшей страны, Катара, которая навязывает сейчас Франции свои правила и ее действия и внутри страны, и в Сирии. Евросоюз – это также синоним исчезновения границ. Мы больше не имеем возможности принимать решения. Мы – Франция. Кто будет езжать во Францию, оставаться на нашей территории? Вы представляете, завтра откроют дверь вашей квартиры и скажут, в вашу квартиру любой может войти, потому что у вас все двери открыты, и все окна распахнуты. Но ведь мой дом – это Франция, и Франция открыла все двери и все окна. Последствия – это массовая иммиграция, абсолютно анархического плана, абсолютно нерегулируемая, и которая абсолютно изменила лицо нашей страны. Массовая иммиграция, которая нарушает экономический баланс, социальный баланс, но и которая нарушает также образ жизни, и которая способствует… об этом, к сожалению, мало говорят, способствует росту преступности. В чем еще последствия Евросоюза? Это ослабление нашей системы социального обеспечения. Ведь система социального обеспечения должна иметь национальный характер, и она обречена, если она становится всеобщей. Сегодня во Франции ситуация такова, что существует глубочайшая несправедливость между лицами, которые даже нелегально проникли на нашу территорию, то есть подпольными иммигрантами, которые часто имеют больше прав, чем настоящие коренные французы. Они получают бесплатное медицинское обслуживание, когда целая треть французов не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, потому что у них на это просто нет денег. Их размещают в приоритетном порядке в различных социальных домах, в то время как полтора миллиона французов ждут сегодня какого-то социального жилья. И принадлежность к Евросоюзу сегодня сейчас синоним массовой безработицы, потому что международная торговля подчинена тем самым правилам игры, которые являются несправедливыми. Поэтому предприятия переводятся в те страны, где имеется дешевая рабочая сила. Поэтому здесь мы закрываем глаза на какой-то гуманитарный аспект. И здесь я это назову неорабством, потому что ведь мы таким образом порабощаем самые бедные страны. И в Восточной Европе... Кстати, в Восточной Европе сейчас слишком дорого уже становится. Потом Китай становится дороже, поэтому мы переезжаем в Багангладеш и так далее. И вот этот неорабский строй приводит к полному забвению ценностей, гуманитарных ценностей, уважения и соблюдения прав человека. И вот почему мы наблюдали несколько дней назад в Бангладеш трагедию в этом заводе, где случился пожар, потому что там абсолютно не заботились о правилах охраны труда, потому что главное – это прибыль и ничего иного. Где же сейчас мы можем говорить о правах человека? Закрытие предприятий – это становится массовым явлением, и мы сейчас побили рекорд и по количеству безработных, и по количеству бедных. Принадлежность к Евросоюзу – это синоним также исчезновения государства-стратега. Я объясню, что это такое. Европейские технократы заставляют нас фактически отдать на растерзание наши стратегические отрасли экономики, например, энергетика, металлургия. И они, собственно, устанавливают свой контроль над этими отраслями и тем самым подрывают силу народа, потому что народ не может себя прокормить, потому что он полностью зависит от продовольствия, которое ввозится в страну, и страна начинает полностью зависеть от стали, которая импортируется. И вот такие отношения недопустимы. И, следовательно, мы теряем свою свободу. Таким образом возникает крупная проблема. Это проблема независимости народа. Когда ваша энергетическая система зависит полностью от импорта энергии в страну, когда все зависит от иностранного импорта, мы перестаем быть свободной страной. Ну и, наконец, Европа, Европейский Союз, не Европа, Европейский Союз, я не буду смешивать эти понятия. Итак, Европейский Союз означает разрушение культурной составляющей, разрушение ценностей, разрушение национальной идентичности. Технократы Европейского Союза стремятся к уравниванию, к культурному уравниванию всех народов, которые входят в Европейский Союз. Все должны покупать одни и те же товары. Ни у кого не должно быть собственных товаров, никаких собственных знаковых марок. Именно так, именно поэтому и против этого борется движение, которое я представляю. европейская конституция, которой мы сказали нет, собственно, европейская элита нам навязала эту конституцию. во имя прав человека Еврокомиссия и брюссельские технократы заставляют нас делать все более и более безумные вещи, все более и более отдаляясь от наших традиционных ценностей. Европейский Союз заставляет народы принимать законы, которые они не хотят принимать. эти законы вступают в противоречие с нашими ценностями, и мы больше не можем защищаться. Много говорили о законе, разрешающем однополые браки. Вы должны знать, что Евросоюз заставляет голосовать за эти законы. Сегодня это Франция, вчера это была Испания, а завтра все страны, члены Евросоюза будут вынуждены принять закон об однополых браках и разрешить усыновление таким парам. И Евросоюз заставляет нас открывать границы, не заботясь нисколько о нашей безопасности, нисколько не заботясь о том, что мы становимся жертвой массовой массированной эмиграции. к нам приезжают эмигранты и таким образом уровень жизни падает, население беднеет и эмигранты получают права подчас равные или большие даже, чем коренное население. Я приведу вам несколько очень показательных примеров. В Евросоюзе мы сталкиваемся с крупной проблемой, это проблема эмиграции цыган. 10-12 миллионов цыган в Восточной Европе проживают. Они собственно на правах полноценных членов, полноправных членов Евросоюза окажутся на территории Европейского Союза. Проблема в том, что одной из самых привлекательных стран для таких эмигрантов является Франция. И это одно из любимых направлений для иммигрантов. И несмотря на это Евросоюз заставляет нас принимать их, предоставлять им социальное жилье в первую очередь. А если мы не предоставляем им жилье, поскольку они находятся на нелегальном положении, тогда Франция обязана выплачивать им 75 евро в день на человека. Я скажу вам, что многие французы хотели бы иметь эти деньги ежедневно на жизнь. Есть немало число французов, которые далеко не имеют таких доходов. Именно Европейский Союз заставляет нас во имя о соблюдении прав человека предупреждать заключенных о том, что у них будут производиться обыски в камерах. Господин осужденный, предупреждаем вас, что завтра у вас будет обыск в камере на случай, чтобы не нашли оружие или наркотики. У меня вызывает большое сомнение эффективность таких мер. Теперь нас заставили, неявно заставили проголосовать за однополые браки и за то, чтобы разрешить таким парам усыновлять детей. Сегодня мы должны включить в нашу систему образования гендерную теорию. Я не знаю, знают ли переводчики, что это такое, потому что никто не знает, что такое гендерная теория. Это пришло к нам из Соединенных Штатов. Это они заставили нас собственно вот этому глобальному методу чтения, который они навязали всему миру и который дал ужасные результаты. Гендерная теория состоит в том, чтобы говорить, что я не женщина, а Людовик не мужчина. Так, вы не мужчины и не женщины. Это общество, которое обусловливает и делает нас мужчинами или женщинами. Для нас это своего рода насилие, говорит гендерная теория. Мы, следовательно, должны детям объяснять, что у них нет пола, это унисекс, то есть они должны выбирать, быть ли мужчиной или женщиной. И для этого нужно разрушить эту обусловленность и запретить мальчикам играть в машинки, или играть с пластмассовыми пистолетами, а девочкам надо запретить надевать принцессины платья. Можно улыбаться, но когда это с вами случается, хочется заплакать, потому что в последнее время профсоюз французских преподавателей попросил чтобы в рамках этой гендерной теории чтобы вот эта гендерная теория была собственно чтобы детей шестилетнего возраста чтобы им дали почитать книжку, которая называется «Папа носит платье». вы понимаете, что когда мы доходим до такого безумия, когда мы доходим до таких отклонений, это вызывает обеспокоенность и это вызывает обеспокоенность по поводу будущего наших детей, у которых не будет хотя бы элементарных, минимальных ориентиров. и это кризис разрушения молодежи. Движение, которое возглавляю, не хочет всего этого. Оно является носителем идей здравых идей, здравого смысла. Мы защищаем наши ценности, нашу идентичность, воспитываем уважение к нашей истории, воспитываем уважение к нашей родине, к независимости, к демократии, потому что во Франции существует серьезная демократическая проблема. Я знаю, что мы очень любим давать уроки демократии всему миру. Я возглавляю движение, которое с 20% голосов представлено всего двумя депутатами из 577 членов парламента. Если бы была парламент, если бы была пропорциональная система, у нас было бы в парламенте 100 мест. Вот небольшой пример, чтобы проиллюстрировать эту разницу между демократией и отсутствием демократии. Законы принимаются парламентом, который отнюдь не представляет все французское общество, и это имеет очень многозначительные последствия для нашей жизни. Я чуть было не стала кандидатом на президентских выборах, учитывая те принципы, которые были применены и моими политическими противниками. Вот так должна функционировать правильно устроена демократическая система. Мне бы хотелось, чтобы французский народ сам решал свою судьбу, не господин Борозу, не господин Ронпой, не госпожа Аштон или кто угодно, может быть госпожа Меркель. Мне бы хотелось, чтобы Франция была суверенным государством, чтобы она сама определила, какие законы принимать, и чтобы европейские директивы не имели верховенства над нашими собственными наших законов. Я бы хотела, чтобы мы контролировали свою валюту. Мы не должны жить в экономической зоне, которая определяется валютой, которая абсолютно переоценена. Мне бы хотелось, чтобы мы контролировали наши дипломатические отношения, стратегические альянсы, наш бюджет. А сегодня Франция будет предлагать свой бюджет комиссии. Скажите, пожалуйста, все правильно? Пойдет? Я получаю разрешение, в то время как на самом деле все должно зависеть от суверенного желания народа. Я бы хотела, чтобы Франция защищала свои стратегические отрасли, в то время как сегодня Европейский Союз запрещает нам делать это. Я бы хотела, чтобы Франция была справедливой страной, Франция, которая собственно вынуждена сегодня подчиняться условиям свободного рынка, диктату крупных предприятий. Но во всем должна быть мера, во всем должны быть ограничения для того, чтобы избежать чрезмерных каких-то отклонений. Мы должны перестать сами себя порицать, хулить себя. Мы должны гордиться своей историей, своим культурным наследием, своей идентичностью. И мы должны сделать так, чтобы французские дети знали историю. И на самом деле сейчас это обучение истории имеет очень кусочковый характер. Есть какие-то периоды, которые исключаются из образования. Например, Шарль Мартель исчезает из программ. Людовик XIV исчезает, Генрих IV исчезает, Наполеон исчезает, крупные пласты истории исчезают из школьных программ. История Наполеона тоже облегчена значительно. И это ужасная ситуация. Поскольку если гражданин не знает своего прошлого, откуда он, он не знает, кто он такой, соответственно, он не знает, куда он идет. И все это делается во имя политкорректности. Детей больше не вводят в соборы, в церкви, потому что это может шокировать тех, кто исповедует другую религию. Но это совершенно бессмысленная вещь, потому что это скорее связано больше с культурой, с наследием. Теперь видение человека, какой человек, сейчас в эпоху исламского фундаментализма все это вызывает обеспокоенность. Во Франции и не только во Франции, во многих других странах были террористические акты, как, например, в Лондоне недавно. И борьба, которую я веду, она не чисто французская. И мне хотелось бы, чтобы вы это услышали и это поняли. Потому что когда я защищаю свободу, идентичность, суверенитет Франции, я сражаюсь также за то, чтобы все нации мира имели право защищать свою свободу, свою национальную идентичность, свой суверенитет. Я убеждена, что если Россия сегодня в определенном смысле стала жертвой своего рода холодной войны со стороны Евросоюза, это экономическая, политическая, немножко дипломатическая холодная война, Россия держит слегка в стороне, потому что Евросоюз находится в зоне влияния Соединенных Штатов, а Европа и Франция лишены своей свободы, своего отдельного свободного голоса. Но это также и потому, что Россия хочет защищать свою свободу и свой суверенитет. Россия не хочет подчиняться порядкам, которые исходят от той или иной точки на планете, и в определенном смысле такая позиция беспокоит. Вот почему я хочу любой ценой сделать так, чтобы Франция была способна поддерживать очень тесные связи с Россией, потому что у нас есть общая история, но потому что это в наших общих интересах, в наших интересах и в ваших интересах тоже. У нас есть общие стратегические интересы, у нас есть общие ценности, у нас общее видение человека, личности, у нас общие христианские корни. И абсолютно естественным образом это обусловливает наши очень тесные отношения, которые должны быть еще тесными по сравнению с настоящей ситуацией. Мы братские народы. Я хотел бы обратить ваше внимание на наше сотрудничество в области авиастроения, медицинской промышленности. Здесь мы значительно более тесно могли бы сотрудничать, мы могли бы более тесно обмениваться студентами. Меня очень удивляет, что программа Erasmus, которая дорого обходится Европе, больше направлена на турецких студентов, чем на российских студентов. Но я считаю, что Россия это европейская нация, и я хотел бы, чтобы Европа, о которой я мечтаю, которая бы освободилась от Евросоюза, которая бы обрела свой суверенитет, вот эта Европа, она бы простиралась на всю территорию России. Мы также должны с вами вместе бороться против культурной деградации. мы должны бороться против неототалитаризма. Вместе мы победили тоталитаризм 20 века, коммунизм и нацизм. И вместе мы сегодня должны бороться с тоталитаризмом 21 века, глобализм, о котором я говорил, об этой идеологии коммерции, которая не признает ни ценности, ни суверенитет отдельных наций, против исламизма, религиозного тоталитаризма, который хочет навязать силой законы шариата, хочет раздавить индивидуальные свободы и, прежде всего, свободу женщины. Я бы хотел завершить тем, чтобы сказать следующее. Обращаясь к вам, молодой российской элите, вы безусловно будете способствовать экономическому процветанию вашей страны, вы будете участвовать в этом, и не забывайте о том, что ваша судьба не может ограничиваться только желанием экономического успеха, это, конечно, законное желание, но вам нужны ценности, без ценностей, без суверенитета, без своеобразия идентичности, без культуры. Мы обречены быть пустыми народами, французский и российский народ, потерянными народами. Помните о том, что цивилизации не вечны, и наш долг вместе сообща обеспечить будущее европейской молодежи. Доздравствует Россия, доздравствует Франция и доздравствует настоящая Европа. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...